В Анапской первая остановка в амбулатории. За судьбой этого учреждения Сергей Павлович следит с особым вниманием и, несмотря на краевую принадлежность, отрасли здравоохранения оказывает серьезную помощь. Это и текущие ремонты, и дневной стационар, и кадровая политика. Сегодня по качеству оказываемой здесь медицинской помощи и нагрузки сельской эту амбулаторию не назовешь. 33 врача по 10 специальностям принимают, то есть у нас полный охват. Сейчас обслуживается свыше 22 тысяч населения. В день здесь принимают до 600 пациентов. Сергей Сергеев еще раз подчеркивает, нагрузка не должна сказываться на качестве работы медиков. Конфликта нет, что человек пришел, его в городе не приняли, пинка дали и сказали, иди сюда. Нет, все, всех принимают везде. То есть взаимопонимание есть, что это одно муниципальное образование? Да, да. Точно это соответствует? Точно, точно. Конечно, первая необходимость – новые площади для дневного стационара. Главе курорта показывают здание, где планируют организовать еще 11 стационарных коек. Ремонт идет медленно, признаются медики. То есть помощь нужна? Допустим, вставим окна. Начинать-то надо с чего? Да, да. Окна, двери. Кровля, да. Кровля тоже, да? Кровля заменена недавно. Хорошая. Хорошая. С автопарком все в порядке. Есть машины скорой помощи и новая Нива, переданная в дар нашим кураторам в Госдуме Иваном Демченко. Глава Анапы вместе с федеральным парламентарием выработали общую линию помощи лечебным учреждениям. Сельскому главе Сергей Павлович сделал ряд серьезных замечаний. Прежде всего, относительно дорог. А кругам городское ЖКХ выдает щебень на отсыпку. Кто должен проконтролировать качество работ? Можно же проверить. Они где-то отсыпали два ковша. Два ковша ухнули с земли туда же. Вот это чья ТПшка? Кто, собственно? Ну, сейчас не могу спросить. 44 ТПшка. Ну, так все надо знать 44 ТПшки. Выясните, чья ТПшка и приведите ее в порядок. Ждем, когда дождь пойдет. Вот это все замкнет и обесточится. Во всем нужен хозяйский подход. Главы сельских территорий должны быть в курсе проблем жителей. Людям-то надо помогать. Приехали после дождя, посмотрели, куда вода сходит, почему там яма собирается. Мы же сделали. Сегодня, ну вот есть кювет, да? Да. А там его дальше нет. Отсюда, куда вода идет. То же самое. В ближайшее время в Анапской пройдет выездная планерка администрации города-курорта Анапа. На ней обсудят проблемы округа и их решения.